здание в коем размещался штаб войсковой части 47 280 алтеслагер вот кадр это здание мы здесь были конечно неоднократно в такую пору мы не были посмотрим состояние сегодняшнее ну здание также и стоит заброшенном состоянии от окрестностей зарастают сейчас мы выходим на дорогу основную солнце появилось что радует не было солнца ночью был дождь сегодня сегодня это 4 кое-как вышел на дорогу 4 июня 2022 года вот дорогу в эту сторону основное кпп прежде будет сейчас что сразу здание казармы в коем размещались подразделения связистов саперов дальше будет клуб общежитие здание малого штаба столовая арт мастерская и кпп дальше но это ряд казаров никуда не не делись вот они находятся здесь солнце появилось времени где же 12 подходит извините в эту сторону северная кпп или же кпп-2 подойдем мы к зданию штаба и обойдем его во внутрь не будем и заходить да и нет такой возможности уже заколочено все забит желание конечно можно если острая необходимость но такой необходимости у нас нет были мы здесь неоднократно по всем помещениям прошлись включая подвальная чердачная сначала можно было лет 10 назад нет 10 8 можно было подвал зайти через двери велосипед стоит тут куртку заприните куртку снял тепло и также бросил зачем очки когда не было солнца сейчас сейчас появилась извините ну как ярко получается здесь видимо клумбы были ли цветник сейчас конечно нет вот окрестностей как росли это молодые деревца и кустарник а также здание подразделение саперов и связистов казарм вход ждание штаба да попытаемся обойти вокруг посмотрим вон там начинали там дорога проходит там начинали едию в эту сторону если мы пойдем летний кинотеатр был там же бассейн чуть левее стадион вот мы куда подошли один из входов в подвал отверстия но тут нет то есть баку написано что-то еще тут ушкарябанно посмотрим шепетовка шепетовка вот здесь не могу прочесть затертое очень много тут было текстов но потом видимо не понравилось командованию ну затертое вот видно что здесь просто тем же кирпичом или может краска какая затертое муха нас жарливая тар да вот тут были ступеньки они есть еще и сейчас ступеньки и спокойно можно было спуститься зайти в подвальное помещение штаба мы же входим как-то обойти нам надо иначе мы ух ты как даже птички слышны по-моему даже дятел ну как далеко обходить да солнце появилось начинали видео не было солнце ну точно дятел вот тут дерево упало вот что тут оказывается вот окрестности за спиной это здание штаба вот все растет как быстро вот дерево упало сломалось я думал оно с корнем с корнем нет корень остался вот как его не повезло дерево это вот тыльная сторона балконы балконы видны с балкона уже можно я предполагаю можно было увидеть уже плац строевой который так прямо ну и так дерево сломалось сухое было вот вот еще одно еще вот приходит свой срок да упало как то сломалось странно вот ровно да с этих балконов вот наверное наверное уже можно было увидеть плац строевой ну чуть левее там казарма прям роты здание казармы а какой красивости какие решетка окна зарешетчины на окнах решетки ха вот губка снаряд вот разледили мы Кавказ Адлер Адлер 2 1979 наверное тут что-то написано Волгоград 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 вот здесь Волгоград вот здесь Волгоград посмотрим ну это на угол посмотрим тут дерево нам не дало подойти вот оно как упало а тут так же все затерто вон там мы начинали вон там подвал заглядывать начинали на угол задерто отверт не это ничего ну мы не ожидали еще таки. Вдруг. Балкон с левой стороны мы проходим. Пошли. С Ленком смотрим. Ух ты. Дома. Дома. Двухтысячный. Гембель 90. Это Куйбышев. Дома. Это вход под вон. Не вход, а вход под вон. Тут еще будет вход один. Мы его увидим. Идем в том направлении. В который мы заходили. О, открытая. Вот открытая. Но нам туда не надо. Май 90. Это вот балкон. Да, здесь находился, в здании штаба находился пост номер один. А как-то неоднократно мы там бывали. На этот пост смотрели. Ну, мало кто вспоминает. Вот тут вход. Кстати, зайти можно. Но поскольку у нас с вами сегодня не было намерений сюда идти, если фонаря у нас нет, то мы и не пойдем. Ступеньки ведущие. Подвал. Тут, видимо, навес был какой-то. Вот остались конструкции остались. Видно. Да, навес козырек. Пусть стенам смотрим. Какие мухи бедные. Решетки на окнах. Первый этаж. Вон какое дерево. Целое. Вот так казарма саперов и сизистов. Правее казарма ремроты и автомобилистов. И прямо плац. За спиной, ровно за спиной, здание штаба. Вот именно сторона балкона. На стенах ничего тут нет. Не видно, во всяком случае, ничего. Паутина. Это все нам мешает. Да был дождь сегодня, сейчас градусов 20. Запахи. Такие насыщенные лесные запахи. Ку. Ку. Ку-с-зу. Ку. Ответственного опять нет за пожарное состояние. Почти что обошли на исходную и завершаем лыжи, тут нет текста. Так, когда закрыли все ходы-выходы, попадали сюда в подвал, вот именно в это окно. Здесь котельная или кочегарка, там печь стоит. Ну как холодом поверила, вон там где-то в углу она. Это даже портфель сохранился. Вот мы на крыльце, вот здесь были перельцы. Ох, извините, не было ничего. Я подумал, тут... Да, наверное, были. Вот, смотрите. Вот, перстояк, примерно. Вот. Вот еще, наверное, были перелы. Также с той стороны. С этой стороны текста мы не смотрели, но, наверное, их и нет. Как нет? Вот что-то тут написано. А здесь еще камень. Видимо, освещение было. Да, вот оно. Да, вот оно. Фу! Муха залезла. Куда-нибудь. Я не знаю. Светильник здесь был. Ну и посмотрели. Вот тут заколочено все. С крыльца за спиной вход. Вот, как с крыльца посмотрели. Ну и завершаем наше видео. Четвертое июня 2022 года. Здание штаба войсковой части 47280. Алтеслагер. Поздравляю всех моих подписчиков, моего канала, подписчиков моего канала, групп, участников групп, с кем мы сотрудничаем, мухи. С наступающим днем группы советских войск в Германии. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. С наступающим. До свидания. Мухаева. Продолжение следует.